Всех приветствую! Пару дней назад выложил ролик Где рассказал Собственно говоря О моем мнении по поводу того Что необходимо сделать Чтобы собственно говоря рыбу фидером Поймать Ну Тема поход мало интересная народу Лучше будем смотреть Как спортсмены приезжают Тоже братья его Коржи, животина Куча прикормки И потом мучается Засилим мелкого ерша и окуня Так вот Один комментарий паренек оставил Типа того Что в отличие от меня С дивана ловящего мешань Крупинов Рыбу ловит Может кто-то думал Что я мешаню хотел чем-то обидеть Боже упаси парня Я лично с ним не знаком Но Как бы мы Видеоблогеры Многие друг друга знаем Раза три общались по телефону Все что я хотел Показать На примере Мешани Как можно испортить рыбалку Собственно говоря На ровном месте Это хорошо Многоденную рыбалку А если приехал на день И вот такой вот Камфу получился Я думаю Что вот Мешани Вот этот случай На корочку Засядет Очень крепко И вот В комментариях Кто-то пишет Да Ну как вот Точку закормил И как можно бросить И уйти А вдруг рыба подойдет Вот повторюсь парни Вот Мой подход такой Да Количество рыбы И ее активность Определяет количество Прикормки На Шефтвере на дне Плещу Повторюсь Буду проверять Нужно ли его кормить Убойно Собственно говоря В отсутствии конкуренции Да парни Ролик не для того Чтобы что-то там Перед кем-то оправдываться Я к этим ребятам привык Им бесполезно что-то объяснять Ну Как бы Дальняк сегодня не схватил В городе работ нет Скучно И так В общем-то От скуки Пухлудить Но знаю что У меня есть подписчики Которые Любят смотреть Любые мои ролики На какую тему я не вещал Вот Объясню Почему Рыбалки Редки там Ну Все что в голову Сбредет Так вот Еще один момент Да ребят Ну Вот Была у вас свежая информация Да Что в этом месте Там допустим Там вчера-позавчера Рыба Клевала Совсем не факт Что она будет там Клевать Сегодня Но только вот В этом случае Да Я бы там Закормил Там какой-то Кормушек 10 бросил Сидел бы Ждал рыбу Но Если повторюсь В течение часа Никаких признаков В жизни нет Ну Либо перейдите На другую дистанцию Потом вернитесь Сюда Либо в идеале Там 2-3 удилища Разобрать И Бегать Да Сам лентяй Сам порой Не могу себя заставить Либо так Либо сидеть Тупо дубинить Ждать на одной точке Но Результат может быть плачевен Особенно сейчас Весна Осень Особенно Рейки Да Вот Два раза у меня было Один раз Осенью Знакомые Два дубинщика 18 крупных Подлечек Лещей поймали Я приехал То ли на следующий день То ли через день Не увидел Ни одной поклевки И вот Пару-тройку Лет назад Была свежайшая информация Что в Ильинском Прет уклейка Ну уж Парни Поверьте Уклейку я ловить умею Я приехал На следующий день Уклейка ушла То есть Осенью Рыба скатывается По рекам К местам зимовок Весной У рыбы В башке нерест Ну и как бы Два момента Да Ну Во-первых Парни Все прекрасно понимают Что происходит в стране В стране Жопа С этой Якобы Пандемией Второй год уже У людей денег Нет элементарно На такси Ездят мало А желающих Такси заработают Выше крыш Сетимобил Закрутил гайки так Что Уже который день Там не работают Вот сейчас Садово-огородные дела Как-то спасают Я не могу Я не могу Взять Просто так Нет Я могу взять Заказ Куда-то там Приехать Но опять же Приехать В незнакомое место Это большой шанс Извините Зараженять Сосать Вот в прошлом году В Киржач Сопри Мне не интересно На кукурузу Вот самая большая Платва Вот такая Вот вам Новый водоем В прошлом году Три раза были С Колей Он там Местный Но опять же Информация Там Двух Трех Пяти Годовалой Давности Ну и что В одном случае Немножко мелочевки Во втором случае Немножко мелочевки На один водоем Приехали Где Карпу И крупная Платва Два часа Просидели Никаких признаков Жизни Ну вот Какой смысл Особенно сейчас По весне Куда-то Дергаться И погоды Стоят Не пойми Что Вот была Неделя теплая В апреле месяце Ну съездил Сезон Открыл Ершом От нуля Ушел Вот кто-то Написал в комментариях Был на рыбалке От нуля Ушел Ухом От селедки Я в свое время Вот накатался Пацаны Через день Три года Я через день Как лед сходил Лед вставал Только от этой практики Толку было никакого Вот у меня Сколько было На одном водоеме Практики А ума Не хватило Понять Что там Рыба шастает В зависимости От температуры воды То есть там Яма Восемь метров Ну глубина Подъем на четыре Площадка Опять подъем Где-то метр на два И плавные К берегу Так вот Так вот Ранним утром На глубине Восемь метров Лещи С платвой Потом видно Через какое-то время Там Вначале Более мелкая рыба Потом более крупная На четыре метра А потом уже Выходила Собственно говоря На Дистанцию Маховой удочки Вначале Мелкая платва А потом через какое-то время На куруску Уже засоленного И вот В самую жару В самую пеку На эту Собственно говоря Дистанцию Выходили Лещи А я был практик Ё-моё Потом уже Когда Больше анализом Стал заниматься Я понял Что вот Тот водоем Я бы взрывал Раз за разом Но там Прошлись электрики И Собственно говоря Сам это главное Что Интересно К рыбалке Уже практически пропало Единственное место Где хочется Половить Это вот Братьев И не потому что Там рыбодром И рыба Клюет как дурная Абсолютно нет Парни А вот Опыта набираться Вот там Милое дело Если рыбу нашел Без рыбы Не останешься Но чтобы У меня пошла Заготовка рыбы Ну практически Заготовка рыбы Это было Вот В позапрошлом году Первый раз Братьев Когда у меня Не было никаких проблем Ни с фисацией Ни с реализацией Проблему Сам на свою Старую жопу Нашел Забыл Дома платформу А так В принципе Халявная рыбалка То что называется Но она была одна И вот Из четырех рыбалок Позапрошлогодних Братеев Вот две рыбалки Точно Помню Что я Мучился С крючками Но это была Это от лукавого Прикормка Какая Ароматика Какая Более того Я прихожу К мысли Что Сама Прикормка Не надо Чтобы она была Ароматизирована Обычная Ванилька Печенюшки Возможно Не сильный запах Кориандра То есть Рыба на точку Пришла Рыба на точку Пришла Ваши печеньки Она будет жрать С превеликим удовольствием А вот Ароматика Может отпугнуть Так вот Мысли какие Да Ароматика Для чего нужна Прежде всего Для привлечения рыбы Так вот Купил несколько Пузырьков С концентрированным Ароматизатором Вот Первые две Три кормушки Бросил Грубо говоря Там с каким-то запахом И Смотрим Что будет Если рыба Не пришла Рыба не пришла Можно попробовать Другой ароматизатор Но сама Прикормка Повторюсь Если вы Не уверены Что в этом месте Эта ароматика Сработает Лучше этого не делать Да Я не беру Братею Прежде всего Да Братею Водоем запрессованный Возможно Там рыба Сильный ароматик Не боится Хотя черт его знает Да Вот Как бы Интересные Мысли Опять же Да Сидя на диване Как кто-то считает Да По поводу Вот Ну прежде всего Братейского леща Да А если С плотвой По теплой воде Братею Проблем нет Нашли Кукурузу Она обожает Даже если Собственно говоря Добавляете Животину То вот как избавиться Собственно говоря От Хищника мелкого Тамшнего Которого там полного Вот Вот кукурузу Если вы Проблемы с фиксацией Реализацией Решите То Бесплату Не останетесь Что касаемо Леща Вот кстати Три рыбалки На этом месте Позапрошлом году Леща не было Две первые рыбалки В прошлом году Тоже леща не было А вот В начале Сентября Я приехал Вот на эту дистанцию Пришел лещ Чего летом не было По поводу Миграции рыбы Там и прочее И прочее И вот тут А сейчас договорю По поводу Леща Да То есть как бы Ну опять же Анализ Да От людей Которые там Братья В ночной фидерной лиге Участвовали В прочем Там другие соревнования Так вот Как бы Водоем Повторюсь Запрессованный Эти лещи Уже не по разу Побывали на крючке И когда Все начинают Делать Все одинаково Да Шило в мешке Не утаишь Там да Спортсмен общается Смотрит За другом И так далее Так вот Все что работало В позапрошлом году Не работало В прошлом Я так подозреваю Что В этом году Будет Опять То ли возможно Будет то что работало В позапрошлом году Может быть Что-то новое Так вот Ну чтобы было понятно Что не в теме Да там Позапрошлый год Белая париконка Прошлая Темная Позапрошлый год Животина работала Прошлый год Говорят Ни хрена не работала Позапрошлый год сильная ароматика рулила Прошлый год сильная ароматика не рулила Ну и там Прочие нюансы Так вот От Стаса услышал Что рыба не раз на крючке Побывала И когда все начинают делать одно и то же То лещ уже шугается То есть он понимает что какой-то подвох И сейчас понесут собственно говоря Фотографироваться на газон Так вот мысли какие Возможно да В отсутствии конкуренции Не так все это будет Влиять но как вариант Что то делать так Что не делает Никто Есть мысли по поводу прикормки Но кукурузу кстати говоря Практически никто не ловит Насколько я знаю И более того С Виталием Калгановым Когда виделись Или в прошлом что ли В прошлом Вот Он сказал что лещ там На кукурузу не берет Ну вот у меня Был два леща И один сход Так вот Одна поклевка на кукурузу точно была И по поводу прикормки Да там Цвета и прочее Но пока не буду рассказывать всех секретов Если что узнаете Так вот еще был комментарий По поводу С Настей здрасте Что вот Они накидали тонну прикормки И лещ никуда не ушел Я не помню Где они снимали Этот стонный прикормки Но наверняка информация Была Что рыба там есть Что касаемо 100 килограмм Я уже об этом рассказывал Но еще раз Для тех кто может быть Не видел Все очень просто Приехали Сели В то место В то место Да Где летом Лещ ночью точно был Но был он и днем Так вот Они в октябре месяце Что ли Снимали этот свой ролик Вот Точно на том же месте У меня была одна рыбалка Но Как бы информация была Четкая Баскин Робинс Две скамейки Садишься Вот Промеж скамеек Дистанция 16-32 Пошла десятая кормушка Удочки кидают Прям вообще молодцы Катушки Крутят Ну как бы я ехал Прежде всего Ближняк пробить Потому что Ну Чтоб с внуком туда приехать Все таки на 32 Тяжеловато кидать И Клев был Ну опять же Проблема с реализацией Клев был не очень активный И уже были мысли уйти на 32 А тут поперло Собственно говоря На ближненький Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще кто-то по-моему Андрюша Думычев там по-моему сидел На каких-то соревнованиях Примерно в том же месте И они наловили лещей больше всех Так вот Место точное знали Но Со временем Не угадали В том плане Что Ночью Ночью Лещ не клевал От слова совсем По-моему Три леща На двоих они поймали Потом момент интересный был Пока Коля Алексеев замешивал прикормку В это время его компаньон Сел ловить без прикормки Дистанция у них была Насколько я помню Двадцать восемь метров Опять же в районе тридцатки Так вот Абсолютно без прикормки Он наловил там Десяток-полтора А то и два Платвиц За это время То есть Рыбка там тусит И собственно говоря Даже без прикормки Она брала Лещ Начал у них брать Что-то Утром Не помню Восколько Но уже там По-моему За девять утра Вот о чем я и говорю Да Время и место То есть Вода остыла Где там Тот лещ Тусил ночью Дому Богу известно Возможно Не питался Возможно питался В другом месте Ничего не могу сказать Так вот Насыпали они Эти сто килл На двадцать восемь Потом Посмотрели Что сосед рядом Ловил на тридцати пяти Коля остался на двадцати восьми А компаньон ушел на тридцати пяти Тем не менее Да Казалось бы Сто килл Там лежит Весь лещ должен Тусить там Ни хрена На тридцати пяти метрах Причем Кормил-то он там Уже не сто килл Да Там обычно Пусть с животиной Там Но Обычно при ком То есть при ком Гораздо меньше Вот И По размеру На тридцати пяти Рыба была крупнее И Собственно говоря По количеству Хотя Там лежало Сто килограмм корм Вот парни И делайте для себя Собственно говоря В очередной раз По поводу Как кормить Что кормить И так далее Ну и Как бы Вот Повторюсь Все это понял Да Ну несколько Ну не знаю Там пару сотен-то Рыбалок Да больше Что там говорить Не одна сотня рыбалок У меня была Мне этого вполне достаточно Чтоб Все понять За исключением Мелких нюансов И Парни Поехать Неизвестно куда Потратить денег А я Не забывайте Машину арендую Если кто хочет Пожалуйста Дам номер карты Ребят Трешечку присылайте Я тут же ломанусь На каком-нибудь водоем А если еще расскажете В какой месте рыба есть Вот Поеду и посмотрим Что получится А так Я говорю Вот Больше уже не столько самому Сколько свой опыт передавать Прежде всего Конечно внуку Старшему Но его Крайне редко Со мной на рыбалку отпускают Может быть Посмотрим Летом что-то получится Черт его знает Загад не бывает Богатых Ну либо Вам кому это нужно Да А самому Ну вот Реально Да Особенно если Хреновая погода И сыт дождь И сыт дождь И холодно Там Ветер сильный Ну нахрена мне это нужно Вот приехать Намучиться Намерзнуть Ни хрена толком Не поймать Не из-за того Что я ловить не умею А из-за того Что где-то Ленюсь Дистанцию Поменять Да А в большинстве случаев Ну нет рыбы В этом месте Даже близко Нет Вот на Дворече В прошлом году Был На первой рыбалке Там И плотвичка Там еще что-то поклевало Я думал Клейка крупная Оказалось Ни хрена Это рыба Елец То есть как бы Ну мелкую рыбу Плющить Тоже не интересно Абсолютно Вот Единственная Некрупная рыба Которую я буду ловить Это если она съедобная И рыба мне нужна Это вот крупная уклейка Елец Все там Плотву меньше ладошки Там сопливого 150 грамм Ну не интересно Парни Я видимо переездил В свое время У меня нет такого Как у многих из вас Скорее скорее Ломки там и прочее Нет конечно По старой памяти Тянется Но я говорю Такого Как было Когда я мог часами сидеть Без единой поклевки Когда я не смотрел Ни на погоду Ни на что Вот была палатка С цветами Вот повторюсь Через день Брал деньги И отвалил Рыба мне не нужна По большому счету Ее дешевле В магазине купить Вот разобраться С чем осталось Да там Ну с фиксацией Особо проблем нету Ну если только Это да там Не осень Не мелкая рыба Но опять же Да вот мы Спортсмены Смотрим Они и так И сяк Там И поклевки Вырви глаз Чуть ли там Не на ощущениях На самом деле Да Не надо забывать Что в спорте Поводки Короче По-моему 50 сантиметров Запрещены Ну что нам Мешает Любителям Да В такой ситуации Допустим Повесить поводов 10-15 сантиметров Казалось бы Это Дубинистый вариант На самом деле Это просто Не спортивный вариант Почему Почему бы не попробовать При этом вершинку Естественно Сгибать не надо Чтобы она Не чувствовала Натяжение вершинки Не выплевывало Собственно говоря Нашит Наживку Или насадку Вот Как вариант Попробовать Это опять же Да Вот Дома Сидя в рыболовном кресле Или здесь На работе Вот эти мысли Пришли По поводу Когда подсекать Вот опять же Да Вот Серега Пузанов Смотрел Этот как То ли стрим То ли на рыбалке Он об этом рассказывал Почему нет Почему не попробовать В этот момент Подсекать В тот момент Подсекать Да Вот Что касаемо Проблем С реализацией Прежде всего Вот Последнее По большому счету Осталось разобраться Это с этим А так В принципе Для меня Каких-то тайн Ловли Фидером Там Или Маху Удочек Их нет Абсолютно И все это Помимо опыта Все это Сидя на диване Прежде всего Анализ А вы хотите Своих шишек Набивайте Хотите Там Каких-то Авторитетов Учитесь Повторюсь Парни Дело ваше Я на ютубе Ничего не зарабатываю Мне По барабану Хочется Снимаю Не хочется Не снимаю Ладно Пойду я Наверное Домой Дальнобойные дела Можно ловить И собственно говоря Из дома Сиди Монтирую ролик Занимайся Своими делами В компьютере И поглядывай Что там С заказами Вот В Сергеево-Посадский район На утро Есть Заказ Вот Сижу Назад едут Вот Если Упадет Слишком Процент Большой Если упадет Вот Как вариант Туда взять Полторы Назад Полторы Вот Уже Какие-то Деньги Так что Вот так Парни Ситуация С рыбой Хреновая С каждым Годом Она все Хуже И хуже И повторюсь Интерес К рыбалке Все Меньше И меньше Ну вот Как-то так Надеюсь В очередной раз Что кому-то Было полезно Интересно Да Вчера был Ореху Зувево Побывал На месте Где Мишани Крупиного Была Вторая Рыбалка И вот Заехал В магазин Купил Вот Такую Кормушку На рыбалке Проверю Как летит Как всплывает Даже Бог Расскажу А мне на сегодня Все Всем пока